Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Артём Плюшков. И сейчас я продолжаю серию интервью про множественные источники дохода в интернете. Сейчас я буду брать интервью у Вячеслава Вапилкина. Это один из людей, который уже зарабатывает деньги в интернете. И сегодня он поделится с нами своим опытом. Интервью я буду записывать через Skype. И вот сейчас я ему звоню. Мы уже с Вячеславом договорились, что я сегодня буду звонить и брать у него интервью. Ну что, давайте. Так, всё, Вячеслав, привет! Теперь я уже тебе звоню и записываю интервью сразу. Значит, тему я озвучил такую, что множественные источники дохода в интернете. И вот мы хотим сейчас со зрителями, со слушателями больше про тебя узнать. Ну давай, расскажи, кто ты, откуда, как давно начал вообще и зачем бизнес в интернете. Да, привет, Артём, привет! Все слушатели, которые нас все слушают. Так, ну я из города Екатеринбурга. То есть начал в бизнес примерно года три назад. Но вначале это такие были просто попытки сделать свой сайт, начать зарабатывать на партнерских программах. Вот и... То есть развитие в этом направлении. Вот, а когда, где-то примерно год назад я узнал о реселлинге, то есть всё кардинально вообще поменялось. Я начал уже создавать, то есть, свои страницы подписки, привлекать клиентов, подписчиков. И уже начал продавать свои продукты, ну, реселлерские продукты. То есть смотри, я буду тебя по мере твоего интервью перебивать, да, если мне что-то надо будет уточнить. Значит, я понял, что ты занимаешься уже три года вообще разработкой бизнеса в интернете, да, то есть ищешь способы. Да, да, где-то примерно так. Раньше там пробовал в партнерских программах зарабатывать, да, сайт создавал с какой-то целью, то есть, наверное... Да, то есть блог для ведения. А, блог, блог создавал, да. Да, то есть каких-то статей там, продвижения своего бизнеса. А по результатам на тот момент у тебя какие результаты приблизительно были в этот блог и на партнерках пробовал зарабатывать? Ну, года два я вообще, как бы говоря, там тысячу-две там зарабатывал, вместе с вообще такие как бы... Рублей. В основном какие-то технические моменты разрабатывал, изучал все это. Смотри, вот пока у нас интервью еще только две минуты идет, я хочу сразу, чтобы мы с тобой людей предупредили, для кого будет особенно полезно это интервью. То есть, кто нас сейчас смогут слушать? Это как новички, которых нет инфобизнеса вообще, и они не знают, что это даже такое, но просто есть желание как-то начать зарабатывать, да. И те люди, которые уже зарабатывают в интернете, но хотят для себя открыть какие-то новые способы заработка, либо какие-то уже известные способы заработка, но просто в этом направлении углубиться, да? Да-да-да, то есть, будет полезно, я думаю, всем, кому. То есть, какой-то дополнительный источник дохода, чтобы получить, который, например, сейчас используешь ты. То есть, я для этого и затеял вообще все эти серии интервью, для того, чтобы брать опыты разных предпринимателей, как начинающих, так уже не начинающих, который там очень большой стаж, и просто вот в интервью просто люди рассказывают, что, как они конкретно зарабатывают, и мы для себя берем то, что нам подходит. Вот сейчас конкретно по результатам, вот какие доходы у тебя в деньгах, если не секрет, да, и сколько времени ты на это тратишь? Ну, вот сейчас могу сказать по февралю, то есть, запустил новый продукт, реселлерский, настроил его тоже буквально где-то за вечер. Все, запустил его в феврале, и результаты вот у меня за месяц были где-то 122 тысячи, я только на одном продукте заработал. Потом еще и привлек в базу где-то 2,5 тысячи человек. Классно, то есть, 120 тысяч за февраль, а до этого, то есть, получается, ты зарабатывал меньше или как? И почему зарабатывал меньше? То есть, например, до февраля, какие у тебя были результаты? Чтобы мы могли понять, как ты двигаешься в процессе роста и почему этот рост происходит? Где-то последние полугода, наверное, так вот, тысяч 50-60 месяц, где-то среднее так получалось. Вот, но тоже в основном это пиар каких-то партнерских продуктов, реселл продукты свои. Ну, и то есть, работа с базой уже, с подписчиками именно со своей базой. Ну, смотри, вот у людей, некоторые там сразу возникают вопросы, я думаю, по-любому возникнут. А что нужно для того, чтобы вот заработать, зарабатывать так, как ты сейчас заработал, там, в феврале, вот, да, там, вот такие результаты, чтобы получить, как ты? Вот, что ты делал? Что тебе позволило заработать столько? Ну, в принципе, ничего сложного не было. То есть, я в процессе набора своей базы подписчиков уже общался с людьми, делал с ними взаимопиары. Вот так же, вот, с Евгением Вергусом, с Артемом Тимофеевым, там, еще, то есть, с некоторым... с Андреем Пиаром мы делали взаимопиары. Вот, просто я обратился к этим людям, сказал, что появился вот такой новый продукт. У меня есть просто подписная страница, давай устроим взаимопиарчик, то есть, про... гоним по нашим рассылкам вот такие материалы. Все, они с удовольствием согласились. Мы сделали, там, штук пять шетих этих взаимопиаров. Грубо говоря, я вот с этих вот пиаров и получил такие результаты. Скажи, ну вот, если сейчас к тебе человек придет, который хочет взаимный пиар сделать, но у него ничего нет, либо, как так скажем, вот, что ты потребуешь от человека, чтобы он согласился с тобой, например, взаимный пиар делать? Ну, в принципе, может пойти человек, с каким-то новым продуктом, с тем же реселевским продуктом, да, покажет интересную воронку продаж, то есть, конверсию, страницы, свои заработки, например. Я с удовольствием тоже соглашусь пропиарить этот продукт, потому что он мне будет интересен в плане заработка. А, то есть, вот, видит, вот нюансы. Я хочу обратить внимание слушателей на важный нюанс, то, что вы должны прийти, если вы приходите к кому-то, неважно, кому-то, к Вячеславу, или ко мне, или еще к каким-то людям, которые зарабатывают в интернете, и дать им статистику уже по продажам какой-то воронки продаж. Если вы сейчас не понимаете, про что я говорю, там, слова воронка продаж, там, реселлинг, да, то не волнуйтесь, мы с Вячеславом уже этот момент обсудили, и мы, естественно, вам под интервью дадим ссылку на подарок от Вячеслава, вот, в котором более подробно будет рассказано про реселлинг, для тех, кто не знает, а про тех, кто знает, для вас тоже это будет полезно, потому что там вы еще получите, можете получить, если приобретете, естественно, за деньги, специальную вот эту воронку продаж, которая уже протестирована Вячеславом, и, как я понимаю, вот про нее ты сейчас рассказываешь, то, что у тебя вот такие результаты именно с этой воронки продаж, да? Да, да, то есть это готовый бизнес, грубо говоря, под ключ уже, который имеет подписные страницы, там их около 7 штук, то есть можно выбрать, какую вам понравится, по которой потестировать, по конверсии, какая-то лучше будет, то есть потом видео, которое подогревает уже подписчика, и приводит его к продаже платного курса, все это закольцовано, воронки продаж, и потом идет еще серия писем, которая доводит, то есть уже подписчика, до продаж, то есть, в принципе, где-то процентов, наверное, 30-40 человек потом еще докупают этот продукт. То есть воронка продаж очень хорошо продает, да, то есть, вот ты приблизительно скажи, я вот немножко сейчас переметнулся уже, да, то есть, что вот мысль, что давай закончим, что когда люди приходят, там, например, к тебе, пропиарятся, или ко мне, или еще кому-то, они приходят, получается, совсем просто так, с пустыми руками нельзя приходить. Вот я хочу, чтобы люди это поняли, слушатели, что у вас должно быть на руках какая-то воронка продаж, например, которая уже имеет результаты, потому что никто не будет экспериментировать с вашего воронка продаж, если она у вас совершенно какая-то новая, не обкатанная. Поэтому вам в любом случае... Да, да, то есть здесь надо тоже смотреть. Вложиться надо сначала, в любом случае. То есть хотя бы, чтобы у вас была какая-то воронка продаж, которую вы уже протестировали, купили трафик на эту воронку продаж, посмотрели, как она все это окупилась, и уже с этими результатами приходить к авторам и уже говорить, смотри, вот хорошие результаты, и вот даже не просто слово «хорошие» говорить, а конкретно цифры, там пришло, там тысячи человек на страницу подписки с бесплатностью, из этих тысячи человек было сделано продаж вот на такую-то сумму. Вот наподобие, можешь сказать нам, сколько пришло приблизительно на твою страницу подписки, да, вот данной воронки продаж, которую мы сейчас даем в комментариях, вернее, внизу под интервью. Вот скажи статистические вот результаты, чтобы нашим слушателям было понятно вообще, что надо говорить. Так, ну то есть, ты имеешь в виду, какие результаты я получил, да? Конечно, конечно, только свой личный опыт использования той воронки продаж, которую мы сейчас людям дадим внизу, то есть, опознакомиться с ней. Понял тебя. Ну то есть, в принципе, здесь где-то примерно с тысячи человек, где-то, наверное, процентов 60 подписываются на бесплатную страничку, то есть, потом переходят на видеоматериал и, наверное, где-то процентов 5 из этих человек уже сразу же покупают продукт. Ну то есть, где-то, ну, грубо говоря, 5 процентов с тысячи, то есть, 50 человек, которые уже подписались, они в дальнейшем как бы станут своими уже клиентами. А 50 человек, это в деньгах, сколько, вот именно в сумме дохода, какая-то приблизительно, сколько можно заработать, получается, с тысячи новых подписчиков, я так понимаю, или с тысячи новых посетителей, сколько можно получить доход? Здесь посетителей может быть и больше, я имею в виду уже подписчиков, которые именно зашли в твою воронку. Да, да, да. То есть, примерно где-то это 50 тысяч. То есть, 50 тысяч, с каких подписчиков, еще раз? Ну, с тысячи подписчиков. С тысячи подписчиков. То есть, смотрите, друзья, вот я к чему веду, чтобы вы понимали, что, если вы хотите зарабатывать какие-то деньги в сети в интернет, используя, например, реселлинг, как он делает Вячеслав, то вам нужно знать цифры. И тогда тот результат, который вы хотите получить, он легко прогнозирует. То есть, это обычная математика. То есть, мы сейчас знаем, вот возьмите сейчас ручку и напишите на листочке. Мы знаем сейчас эффективность воронки продаж Вячеслава. И вот он нам сказал, тысяча равно 50 тысяч рублей. То есть, тысяча подписчиков, да, равно ваш доход 50 тысяч рублей. Теперь следующий вопрос логически возникает. Как эту тысячу привлечь? То есть, если вы эти вопросы решите, то вы заработаете денег, потому что статистика это вещь упрямая и вот эти проценты, вот эта конверсия, это чисто вот можно все просчитать. Конечно, не один в один это значит, что вы там ровно столько же заработаете, сколько Вячеслав. Может получиться чуть меньше, а может получиться и чуть больше. Правильно? Здесь все это персонально. То есть, какая попадется тоже рассылка и какой автор, как он работает со своей базой. Тоже много всяких нюансов, конечно, но об этих нюансах мы в любом случае вот именно детально не успеем все обсудить, потому что у нас всего интервью 15 минут, у нас тут лимит, да, поэтому уже осталось 3 минуты, поэтому мы тут торопимся и мы главное вам показываем только важные моменты. И вот давай сейчас подрезюмируем. Получается, вот ты докупил данную варварную продажу, получается, ты же тоже как бы не все, что там есть, ты создал, правильно? Расскажи нам подробнее немножко об этом. Ну да, то есть, это полностью был готовый ESL-продукт, который сделал Порошид Севуединов. Вот я, единственное, что я просто его доработал, я переделал подписную страницу, переделал сам продажник, то есть, дополнил еще какими-то бонусами, чтобы больше как бы привлечь клиента, покупателя, чтобы создать более ценность этого продукта. Вот, и после этого, то есть, тут, грубо говоря, технические моменты настраиваются, но единственное, что многие, конечно, это не могут сделать, но здесь как бы в этом продукте есть еще и подготовка полностью под ключ за вас, то есть, это небольшую сумму денег стоит дополнительно, но это того стоит привлечь. То есть, здесь как бы любой может начать зарабатывать, то есть, если там пенсионер мне пишет, я не могу там чего-то настроить, еще что-то сделать, то есть, здесь как бы все можно просто за дополнительную плату строить. то есть, хорошо, то есть, смотрите, ребята, вот, я хочу, наше просто время уже подходит, оно, я сейчас повторюсь, очень ограничено, я хочу, чтобы вы поняли одно, очень важно, все, что вы хотите зарабатывать в интернете, это можно спланировать, для этого вам достаточно иметь, первое, хорошую, конвертируемую воронку продаж, которую мы вам сегодня даем, ссылкой внизу, для ознакомления, а дальше, для покупки, вам, и второе, это знать, как привлечь качественный трафик, как привлечь трафик из тех каналов, чтобы вас там не обманули, чтобы максимально качественно была рассылка, например, сделана, если мы говорим про трафик из рассылок, то есть, это все вы должны знать, и это, я так понимаю, в данном также пакете есть, да, правильно, Вячеслав? Да, то есть, там есть и материалы для рекламы, то есть, ВКонтакте, в рассылках, как договариваться с людьми, то есть, как проверять базы, то есть, нормальны они или нет, самое лучшее, это, конечно, наверное, в Скайпе просто просить человека показать его аккаунт базы, и уже будет понятно, как он работает, и какая у него база, мертвая или нет, уже к вам. Ну, вот мне лично понравилась страничка, вот эта вообще графика, мне понравилась графика и дизайн, именно, который использует Вячеслав в своей вот этой воронке. Это, я считаю, его УТП, такое вот, да, то, что отличается от других, уникальное торговое предложение, то, что вам тоже, получается, графика достанется. Я прав? Да-да-да-да, то есть там все это в комплекте есть уже. Вот. Плюс еще семь страниц уже, которые еще можно протестировать, попробовать, на любой вкус можно подобрать. Ну все, тогда у нас уже 16 минут, мы уже так задерживаемся. Вячеслав, спасибо тебе за то, что ты выделил время, да, и хочу сказать спасибо зрителям, которые сейчас слушали это интервью, и главный посыл вам, вот итог данного интервью, это то, что реселлинг продолжает завоевывать сердца людей и приносить большие деньги. Поэтому включайтесь, переходите сейчас по ссылке, которая находится под этим интервью, знакомьтесь с реселл пакетом, и, естественно, покупайте, если вы хотите тоже повторять такие же доходы, может быть, даже больше, я надеюсь на это, которые уже есть у Вячеслава, и которые есть у меня, потому что я тоже реселлингом уже занимаюсь ни первый, ни второй, ни третий месяц, намного больше, и у меня уже есть стабильные тоже показатели. Поэтому я полностью уверен, что вам данная информация и данный реселл пакет принесут измеримые конкретные результаты. Все, Вячеслав, спасибо тебе, и всем зрителям я говорю пока-пока. Спасибо, Артем, до свидания всем. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!